Что касается вашего настроя на события этого периода, то ваш гибкий ум будет иметь двойственный подход к жизненным обстоятельствам, и вы быстро сможете переключаться между выполнением задач. Могут проявляться страхи и неуверенность в некоторых моментах, но вы не позволите эмоциям повлиять на ваши решения и ваши поступки. Кто-то из вас может ощущать зависимость от обстоятельств или людей, и хотя вы проявите целеустремленность, практичность, сознательность, но все же попытайтесь освободиться от принятых правил и обязательств, а также разорвать старые устои или взаимоотношения, неугодные вам, для того, чтобы обрести что-то новое. В любом случае, данный период с таким настроем благоприятен для самых решительных из вас. Если говорить про ваши деньги, их получение и траты, то период предвещает приобретение, исполнение желаний, получение наград. Это могут быть как выигранные или заработанные деньги, так и прибыль от производства и индивидуальной деятельности. В любом случае, в этот промежуток времени вас ждет достижение конкретных результатов в плане финансов и доходов, а также распоряжением и обладанием деньгами по праву, каких-то приобретений и новшеств. В обучении, общении с коллегами, знакомыми, соседями, клиентами, братьями, сестрами, однокурсниками, а также в вопросах переговоров, заключения договоров, в недальних поездках и в вопросах, связанных с личным транспортом, в этот период вас ожидает благоприятный исход любого предпринятого вами дела. Следует выполнять те задачи, которые для вас в приоритете, чтобы также находить время и для отдыха. Вы будете пользоваться уважением у людей, с кем ежедневно коммуницируете. Удачно могут сложиться отношения с коллегами, постоянными клиентами, потому что в общении будет преобладать доверие, честность и искренность. Если же до настоящего времени у вас с кем-либо из вышеперечисленных лиц были натянуты взаимоотношения, ну то есть с братьями, сестрами, коллегами, однокурсниками, соседями или знакомыми, то любой негатив скорректируется и вам придет ясность в ранее скрытых от вас моментах или мотивах людей. В недальних поездках и в делах, связанных с личным транспортом, вы будете способны достичь положительных результатов и исполнения ваших желаний. Также может присутствовать много недальних поездок. В вопросах документации необходима дисциплина, порядок и настойчивость, а в переговорах и в заключении краткосрочных договоров – уверенность и упорство. Тогда вы будете способны одержать победу в спорных ситуациях. В общем-то, дела этой сферы вашей жизни принесут вам большие возможности, лидерство с вашей стороны, достигнутые цели и власть над обстоятельствами. А поэтому можете реализовывать все, что вы наметили на этот период, в том числе и в приобретении личного транспорта. Ну и не забывать о налаживании коммуникации с партнерами, клиентами, родственниками и так далее. В сфере недвижимости, место, где вы проживаете, а также ваших домочадцев и членов семьи, в этот период может отсутствовать мотивация, либо во взаимодействии с домочадцами, членами семьи или вашей матерью, либо же относительно вопросов жилья, также может отсутствовать любая мотивация и относительно вашей недвижимости. Может сложиться такое ощущение, что по этим вопросам упущен какой-то благоприятный шанс и определенные возможности, а потому теперь существует зависимая ситуация от обстоятельств или людей. Также у кого-то может ощущаться усталость от дел, связанных с этой сферой жизни. Поэтому лучшая рекомендация на данный промежуток времени – это проанализировать свои поступки в прошлом, чтобы в будущем преодолеть сложившиеся трудности. Это время размышлений над благоприятными свершениями в дальнейшие периоды. А сейчас лучше не предпринимать активных действий в делах, связанных с вашей семьей или же вашей недвижимостью. Если говорить про сферу любви, хобби, отношения с детьми или же ваш бизнес, у кого он имеется, то в этот период относительно этих вопросов вы будете получать много информации или новостей. Сфера очень активна, и если вы доверите своей интуиции, то сможете устранить существующие ранее препятствия в этих делах либо во взаимоотношениях, а также сможете изменить текущее положение вещей во взаимоотношениях с людьми, с детьми или любимым человеком. И тогда отношения станут более честные и открытые. Также в вопросах хобби или бизнеса у вас может сложиться много самой разнообразной деятельности, которая будет являться продолжением того, что вы уже выполняли ранее, а не новой. В любом случае вы увидите новые перспективы развития, как в хобби, так и в бизнесе. Главное в этот промежуток времени опасаться статичности и расслабленности, потому что покой в этот период просто противопоказан. Необходимо быть ответственными и следить за своими обещаниями и поступками. Тогда вы сможете принимать правильные решения, наладить нужное взаимодействие и обеспечить нормальный ход развития в последующем этих взаимоотношений либо хобби и вашего бизнеса. Обращайте также внимание на знаки судьбы и приметы для того, чтобы добиться быстрого и успешного развития событий. Как правило, эти знаки судьбы могут быть связаны с какими-то небольшими подарками, радостными событиями, вечеринками, краткосрочными такими романтическими встречами и так далее. Что касается вашего здоровья, бытовых вопросов, долгов и подчиненных, у кого они имеются, здесь требуется обратить внимание по вопросам здоровья на позвоночник, желудочно-кишечный тракт, кровь, нервы, глаза. Также имеется риск простудных заболеваний. В отношении подчиненных, возможно, вы будете проводить стажировку сотрудников или дополнительно чему-то их обучать, отправите, например, на курсы переквалификации и так далее. Также это может быть приглашение помощников в ваш дом, наем их за определенную плату для помощи вам по дому в каких-то бытовых вопросах и делах. В плане ваших рутинных ежедневных обязанностей может появляться какая-то усталость от текущих дел, все будет продвигаться, но очень медленно. Также у некоторых из вас может быть совмещение каких-то обязанностей, в том числе и по вопросам профессии. События этой сферы жизни складываются таким образом, что нового ничего не предвидится, а если вы и планируете на этот промежуток времени какое-то обновление или достижение каких-то целей, то каждый шаг вам необходимо будет делать с умом и продумывать. Также имеется возможность отдать долги, но этот вопрос потребует от вас терпения и настойчивости в плане приложения усилий и принятых вами решений. В любом случае активные действия проявлять не рекомендуется и не рекомендуется спешить с принятием решений относительно либо подчиненных, либо вашего здоровья, в том числе по вопросам бытовых ваших обязанностей и ежедневной рутинной работы. Не поддавайтесь также беспокойству и тревожным мыслям, потому что предотвратить трудности в этот промежуток времени можно лишь с помощью ваших правильных действий. Ну а в общем события прогнозируемого периода в данной сфере вашей жизни будут логически вытекать из ситуации прошлого. И небольшая рекомендация – обязательно устраивайте себе маленькие праздники, развлечения, либо краткосрочный отдых. Что касается сферы партнерства и открытых врагов, здесь будут идти судьбоносные перемены. Это может быть ситуация, когда вы выведете на чистую воду, так сказать, недоброжелателей и конкурентов, а может появиться и новый партнер для брака или совместного бизнеса. Также следует не ограничиваться поверхностным наблюдением, как за партнерами или же также за вашими открытыми врагами. Постарайтесь докопаться до сути, почувствовать мотивацию людей, потому что в это время само пространство вам будет помогать и показывать скрытые цели, мотивы людей, как в отношениях с партнерами личными и деловыми, так и относительно открытых врагов и конкурентов, потому что во взаимодействии с ними могут присутствовать какие-то недомолвки. Но если говорить про энергетику данной руны, то чаще всего эти недомолвки будут со стороны женщин. В сфере заключения контрактов, договоров, получения кредитных средств и денежной прибыли от партнеров, компаньонов, сторонних и кредитных организаций в этот период возможно заключение выгодных сделок, получение помощи от партнеров, расположение с их стороны и поддержка от влиятельных лиц. Наверняка в этот промежуток времени вам обеспечены как приход денег и получение подарков, так и приятные сюрпризы, стабильность, процветание, а также, возможно, и взаимовыгодное сотрудничество через расширение бизнеса посредством инвестиций. Основа в любом случае вашего успеха в получении денежной помощи от партнеров – это взаимовыгодное сотрудничество с кем-лип, не в одиночку. Что касается дальних поездок, переговоров с заграничными партнерами, родственниками, знакомыми или людьми, находящимися на дальнем от вас расстоянии, а также в вопросах высшего образования, могут сложиться тяжелые обстоятельства, ограничений, либо потерь, которые вызовут эмоциональные переживания по поводу того, что ваши потребности могут не соответствовать вашим возможностям. Вы можете нереалистично оценить перспективы относительно людей издалека, представителей другой культуры или относительно планируемого отпуска. А кто-то из вас может не объективно оценить возможные результаты в заключении долгосрочных договоров, в планировании дальних поездок, в получении высшего образования и т.д. А потому следует контролировать себя, не скандалить с вышеперечисленными людьми, особенно по вопросам этой сферы жизни, а также необходимо расстаться с той чертой вашего характера, которая деструктивно влияет на события и ситуации, происходящие в этот промежуток времени. Также я рекомендую любого рода магические и энергетические чистки, а на моем канале есть подобного рода практики, ссылка есть в описании под этим видео. Что касается отношений в социуме, реализации ваших планов, карьеры и жизненных целей, в этот период времени может случиться ситуация, когда вы увольняетесь с прежнего места работы по причине отсутствия доверия работодателю с вашей стороны, или же отсутствие доверия работодателя по отношению к вам. Многие из вас могут не испытывать особой заинтересованности в поиске нового места работы или же относительно продвижения по карьерной лестнице. Если говорить про смену социального статуса, то, вероятно, у вас будет отсутствовать как мотивация, так и инициатива. В сфере общения с близкими друзьями, единомышленниками и высокопоставленными лицами, а также в вопросах, связанных с интернетом. В этот период все будет происходить по инерции, со всеми возможными эмоциями, от ярких положительных до ярких негативных, но в любом случае эмоциональный окрас он будет преобладать. Очень рекомендуется положиться на свою интуицию по всем этим делам, то есть либо общение с близкими друзьями, единомышленниками, либо во взаимодействии с высокопоставленными лицами, а также в вопросах, связанных с интернетом, то есть как личным общением, так и деловыми процессами. То, если вы положитесь на интуицию, сможете скрыто управлять ситуацией, в том числе и влиять на вышеперечисленных лиц. Если говорить о личных переживаниях, скрытых талантах и способностях, в том числе и ваших тайных врагов, то на этот период выпадает самая бескомпромиссная руна, которая может жестко и бесцеремонно поставить нас перед выбором, следовать своим собственным путем, соблюдая свои личные принципы, или быть удобным для окружающих. Невозможно добиться своих целей, если ставить в приоритет потребности всех окружающих. Либо вашим конем управляете вы сами, либо все окружающие вместе взятые. Что будет в результате, несложно представить. Вам вы можете вынашивать планы о переменах, переезде, смене места жительства, смене деятельности, путешествий или командировке. Если говорить про ситуацию в целом и про энергетику этого периода, то наступает пора начинать новые любовные отношения, либо преображать существующую любовную связь, которая есть у вас на данный момент. Также это удачное время для творческих людей и новых озарений и открытий. Период способствует раскрытию неведомых вам ранее знаний и информации, прояснению ситуаций и складывающихся вокруг вас обстоятельств. Очень благоприятно пройдут целительные мероприятия, способствующие оздоровлению как тела, так и вашей души. У вас будет достаточно энергии проявлять активность и достигать намеченных целей, а также получать существенные результаты как в вопросах красоты и молодости, так и относительно любых обновлений в делах, в работе, либо же в отношениях. Я благодарю вас за лайки, подписку на моем канале, за энергетический обмен и баланс. И теперь давайте спросим совета у карт Тару. Верховный жрец или иерафант. Такой период нельзя провести просто так. От вас будет ожидаться что-то существенное, но не в материальном плане, а в духовном. Очень кстати, если в этот период вы запланировали сходить в храм. Во всяком случае, обстоятельства будут вынуждать вас приостановить повседневный бег жизни и задуматься о вечном. понедельник, энергии дня, поражение света, сохранение, кризис, поражение ясности. Не показывайте своего превосходства в процессе исполнения своих обязанностей. Мудрый человек, оставаясь истинным внутри себя, скрывает свои сверхспособности и превосходящие других качества. Сохраняйте духовную силу и свои преимущества на будущее, и трудности будут преодолены. Вам сопутствует удача, но не надейтесь только на нее, будьте предусмотрительны. В любовных отношениях не бросайтесь в омут с головой. Рядом с вами могут быть завистники, не будьте слишком откровенны. Также наведите порядок в документах. Здесь важно выбрать правильную линию поведения, чтобы защитить себя от завистников и недоброжелателей. Не выставляйте на показ свои достоинства, таланты, проницательность. Скрывайте свой внутренний свет, не опускайтесь до уровня темных сил, не сливайтесь с ними, не приобретайте вредных привычек и не идите по пути наименьшего сопротивления. Сохраняйте силы и терпеливо ждите рассвета. День металлического быка – удачное время для карьерного роста. Такие качества, как независимость, чистолюбие, предприимчивость, позволяют надеяться на успех. Главное – правильная стратегия поведения и полная невозмутимость. Необходимо оставить сомнения и сосредоточиться на том, что обеспечит стабильность и процветание тела. При этом следует помнить, последствия ошибок могут быть разрушительными, особенно если есть склонность преувеличивать свои таланты. Амбиции должны соответствовать реальным возможностям. Нельзя давать слабину. Лучше подстраховаться и не рисковать без весомых причин. Придется хорошо потрудиться, но если твердо следовать своему призванию, можно рассчитывать на благополучное течение дел. Вторник. Энергии дня. Родня, единомышленники, сотрудничество, дружба. Союз между простыми и лояльными людьми поможет большим свершением. Великодушие и альтруизм – основа взаимопонимания между людьми, которые могут быть друзьями и действовать на общее благо. Длительные дружеские союзы, браки, любовные встречи и совместная деятельность благоприятны в этот период. В вашем окружении есть достойные люди. Можете смело реализовывать амбициозные планы. Помощь и поддержка придут откуда ни ждали. Отнеситесь к ней с серьезностью и благодарностью. Из-за стресса может появиться неуверенность. Действуйте не только из личных побуждений, но в созвучии с желаниями других. Сначала определите, что у вас общего, какие цели сближают. Только потом начинайте новое дело сообща. В единении рождается творческая сила. Учитесь руководить и будьте готовы встать во главе со дружества, вести за собой единомышленников. Удача на стороне лидеров, тех, кто умеет руководить и способен установить цель, объединяющую всех в группе. Сохраняйте верность избранной цели. Не участвуйте в тайных сговорах. Это приведет к неудаче и унижению. Разделение в группе разрушает содружество. День водяного тигра благоволит добрым делам. Любые усилия, направленные на помощь другим, не останутся незамеченными. Мягкость, доброжелательность, сострадательность – это качества, на которые следует обращать внимание в первую очередь. Возможно, дивидендов придется ждать долго. Жесткость, напористость, амбициозность быстрее приведут к цели, но намного ценнее человеческие отношения. Нужно отказаться от эгоизма. Слишком серьезное отношение к самому себе, самолюбование и тщеславие не принесут ничего хорошего. Именно люди, общественная поддержка – это главное богатство, а не материальные ценности. Важно суметь правильно распорядиться имеющимися ресурсами и в трудную минуту выручит интуиция. Среда энергии дня, невеста, амбиции и поспешность, быть на вторых ролях замужества младшей сестры. Чтобы избежать ошибок, не принимайте поспешных решений. Страсть и энтузиазм мимолетны, поспешных решений и действий, продиктованных импульсом, нужно избегать всеми возможными способами. Проницательность и знания того, что хорошо и что плохо, доступны тому, кто не спешит действовать, а сначала все серьезно обдумает. В любовных делах не теряйте голову, сохраняйте спокойствие и рассудительность, иначе можете усугубить ситуацию. Это время для остановки и переосмысления. Больше читайте, займитесь регулярной медитацией и организуйте дополнительный доход. Будьте осторожны в работе и сдержаны в личной жизни, потому что всякое выступление, то, что на языке книги перемен называется «поход», может окончиться неудачей. Долговечность спонтанных союзников и союзов зависит от соблюдения законов и иерархии, дисциплины и заинтересованности каждого в сохранении союза вопреки всем возможным конфликтам. В случае неудачи умейте признавать ошибки и предпринимайте шаги для исправления положения. Также руководствуйтесь своими целями, а не прихотями. День водяного кролика располагает к общению, разговорам по душам. Необходимо избавиться от всего, что вызывает дурные воспоминания и тревожные мысли. На первое место выходит душевный комфорт, поэтому нужно контролировать свое настроение. Чуткий и ранимый кролик слишком тактичен и предусмотрителен, чтобы открыто выражать свое мнение и конфликтовать. Если не получается наладить отношения с близкими людьми или коллегами, можно на время отойти в сторону. Безвыходных ситуаций не бывает, нужно лишь как следует поразмышлять над проблемой, и ребус будет разгадан. Невозможно добиться успеха без поддержки окружающих. Важно укреплять дружеские и деловые связи. Пригодится также умение слушать, а главное – слышать. Четверг, энергии дня, разлад, конфронтация, оппозиция, войн. Сильный ветер опасен тем, что приносит разрушение. Большие различия существуют между всеми живыми существами на Земле. Из-за них возникает разногласие, недоразумение и недоверие. Оппозиция сильна, но не непреодолима. Желательно проявить участие в восстановлении гармонии и согласия, даже в незначительных вопросах. Вы можете думать, что рядом с вами одни нетруги, которые придираются к вам, но это происходит из-за дисгармонии внутри вас. Единомышленников сейчас трудно найти. Следует побыть наедине с собой, не следует начинать что-то новое, а также нужно следить за своими словами. Противодействующие силы, с которыми вы сталкиваетесь, могут быть действиями или мнениями других людей, а могут быть и вашими собственными. Посмотрите, кто на вашей стороне, а кто нет, кто настроен к вам враждебно. Первый шаг в борьбе с оппозицией – это ее выявление. Выслушайте мнения других, приспосабливайтесь, не навязывайте свою волю. Люди, которые вам близки, в конце концов, сами к вам вернутся. День деревянного дракона покровительствует решительным людям, способным добиваться своих целей вопреки всему. Не стоит тратить время на долгие размышления, тщательно разрабатывая подготовительный этап. Если есть желание осуществить свою давнюю мечту, следует приступить к делу незамедлительно. Весь мир будет помогать в осуществлении задуманного, вне зависимости от поставленной цели. Успешными окажутся как творческие, так и финансовые проекты. Единственное условие – это не лгать ни при каких обстоятельствах. Только честное, искреннее отношение к жизни достойно поощрения. Любая попытка получить незаслуженную награду будет жестко пресечена. Судьба не обманет ожиданий, если поступать по совести. Пятница. Энергии дня. Необходимость ждать, терпение, фиксированный ритм ожидания. Мудро выждать более благоприятных моментов, а потом действовать. Вредно сейчас поддаваться импульсивности, надо действовать в нужный момент, рассчитывая каждый шаг и применяя осмотрительность, принимая советы, помощь друзей. Тогда вы будете иметь успех. Нетерпеливость и импульсивность вам навредят. Нужно копить энергию, потому что вскоре она понадобится. Помощь придет, откуда не ждали. Важно планировать свои действия, возможные романтические отношения с человеком намного старше вас. Будьте также и осмотрительны. Имейте терпение, не жалейте времени на ожидания. Не беспокойтесь преждевременно о чем-либо и не начинайте действовать раньше времени. Тщательно оценивайте события, людей и ждите подходящего момента для действий. Вскоре настанет подходящее время, чтобы вступить в реку жизни со своей целью начать проект или основать предприятие. Ожидание может привести к великим свершениям и славе. День деревянной змеи располагает к размеренной, спокойной жизни. Все действия должны подчиняться определенным целям, а не носить случайный характер. В первую очередь следует позаботиться о финансовой безопасности. Велик риск попасть в водоворот событий, информации и утратить присущие змеи хладнокровие. Только собственный опыт может уберечь от ошибок, поэтому необходимо взять паузу, прежде чем действовать. Выдержка, собранность, прагматизм, качества, способные оградить от неприятностей. Если правильно использовать положительные нюансы для самого дня, можно не бояться потрясений. Не запрещается прибегнуть к хитрости, но в рамках допустимых приличий. Мыслить нужно гибко, действовать изящно. Действуйте быстро и по справедливости, чтобы успеть избежать неблагоприятных условий. Ситуация, которая тянется слишком долго, может привести к негативным последствиям. Пришло время вмешаться или предпринять шаги без колебания и неуверенности в собственных планах. Им предопределен успех. Вы ощущаете внутреннюю гармонию, но не давайте волю импульсам. Излишняя самоуверенность может привести к проблемам. Ваши суждения не единственно верные, поэтому уважайте мнение других людей и больше размышляйте. Сдерживайте себя от самоуверенных высказываний, избытка амбиций, умерьте свой пыл. Не будьте заносчивым и агрессивным. Не настаивайте на своем. Не держитесь за старые связи. Сохранить ситуацию на прежнем уровне вряд ли получится. Будьте готовы резко изменить курс и начать все с чистого листа, оставив позади неудачный период. Учитесь на собственных ошибках, делайте выводы, чтобы в будущем опять не попасть в ту же ловушку. Благоприятно установление новых связей, особенно с теми, кто моложе или ниже по положению. Как показано на картинке, нижняя триграмма – это старшая сестра, верхняя – младшая. День огненной лошади находится во власти эмоций и страстей. Не стоит проводить время в одиночестве. Лучший способ решения всех проблем – быть ближе к людям. Приветствуется активность, любознательность, общительность. Не так страшно ошибиться, как сидеть и бездействовать в ожидании волшебного избавления от всех неприятностей. Даже если нет настроения, напрочь отсутствует желание преодолевать трудности, то обязательно в любом случае появятся силы для дальнейшей борьбы. Главное – уверенность в поддержке и одобрении окружающих. Импульсивность лошади может помешать увидеть истинное положение дел. Велик риск ввязаться в авантюру и окончательно запутаться в происходящем. Поэтому полезно прислушиваться к мнению тех, кто рядом. Воскресенье энергии дня Исправление порчи, расчистка, служба, корректировка, исправление испорченного. Дорога ясна, но должно пройти время, чтобы подготовиться к изменениям. Окончание хаоса и неопределенности предвещает возвращение порядка. Тщательно оценивая свои действия, чтобы не допустить ошибок, с которыми можно столкнуться на новом позитивном поприще. Обстоятельства складываются так, что вы можете повлиять на личную жизнь других людей. Поэтому тщательно анализируйте свои действия, потому что есть вероятность потерять друга. Могут возникать проблемы в отношениях с окружающими из-за ваших действий. Не тратьте бестолково свою энергию и силы. Тщательно готовьтесь к переменам, обдумывайте действия и активно укрепляйте достигнутое. Не ищите виновных, меняйте собственные взгляды, не отступайте, если исправление сразу не даст видимого результата. Условия этому делу благоприятствуют, хотя оно трудно и опасно, как брод через великую реку. Перемены должны устранить порочность. Тогда будет положено начало новому циклу. День огненной козы предназначен для великих дел. По крайней мере, может появиться такое ощущение. Вполне допустимо потакать своим желанием, учаться куда-то, не разбирая дороги, веселиться и совершенно не думать о завтрашнем дне. Однако подобное поведение может привести к неприятным последствиям, поэтому не стоит игнорировать внутренние ощущения. Интуиция поможет нащупать верное направление, грамотно распорядиться открывшимися возможностями. Следует воздержаться от необдуманных слов, несуразных поступков, хотя в этот день они будут казаться вполне уместными, но в последующем могут доставить немало неприятностей. Если направить эмоциональность, неуемную фантазию и развитое воображение козы в нужное русло, то можно добиться больших успехов. Однако осторожность не помешает.